Сергей Проханов мог бы пополнить ряды актеров одной роли, но не захотел такой творческой судьбы и рискнул ее изменить. Театр Луны, созданный артистом, сейчас входит в число самых известных столичных театральных центров. Публика ценит детище мастера за оригинальность постановок и неповторимый хорошо узнаваемый стиль. Сергей Проханов родился 29 декабря 1952 года в Москве, как сам говорит в пролетарской семье, не обделенной талантами. Дед прекрасно пел и передал внуку красивый голос. Отец в любой компании был заводилой, мама и ее родственники хорошо рисовали. В детстве парню пророчили музыкальную карьеру, но первый конкурс стал серьезным разочарованием. Проханов его проиграл. Для психики подростка это стало серьезной травмой. К тому же в этот период у мальчика начал ломаться голос. Сергей переключился на точные науки, он учился в школе с физико-математическим уклоном. Параллельно с учебой ходил в театральную студию. На сцене он чувствовал себя свободным от условностей и решил, что будет поступать в театральное. Пароханов подал документы в Щукинское училище. После успешной сдачи экзаменов и творческого конкурса стал студентом. Вспоминает годы учебы в как самый замечательный, ведь он вместе с окурсниками часто бывал на телевидении, вел развлекательные программы, снимался в кино. Сергей начал сниматься в кино еще в студенчестве. Тот период был самым активным в его телевизионной биографии. Дебютировал он с маленькой роли в картине «Семья как семья». Момент славы настал в 1977 году, когда на экраны вышел фильм «Усатый нянь», в котором Проханов сыграл главную роль. Советские зрители полюбили веселого и активного героя, воспитателя детского сада, а режиссеры начали приглашать актера на похожие роли. Он сыграл пионер-вожатого в картине «Завтрак на траве». С 1981 года популярность Сергея Борисовича начала угасать. Ему предлагали сниматься в эпизодах или в ролях второго плана. Так продолжалось 10 лет, до выхода на экраны картины «Гений», в которой он воплотил на экране спекулянта Костика. Его партнером по съемочной площадке был Александр Абдулов. Затем в фильмографии артиста появилась небольшая роль в детективе «Привал странников». Тогда, как признается артист, он понял, что кино умерло, оно уже не такое, как раньше. Актер решил окончательно расстаться с кинематографом и сосредоточиться на театре. В 1974 году Сергей окончил театральное училище и начал работать в театре имени Моссовета, где играл на одной сцене с мэтрами. Центральных персонажей в первые несколько лет начинающему актеру не предлагали. Ситуация кардинально изменилась после спектакля «Сажа», в котором Проханову досталась главная роль. Режиссеры и коллеги увидели в нем серьезного исполнителя. Карьера пошла вверх, но из театра Моссовета ушли Роман Виктюк и другие талантливые режиссеры. С их уходом в театральной карьере молодого человека начался застой. В 1990 году артист организовал кооператив «Маскарад». Когда в театре Моссовета решили ставить мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда», корпоратив Проханова финансировал кардобалет, а сам он выступил с режиссером постановки. В 1992 году состоялась премьера мюзикла. Прошла она с большим успехом. Вдохновленный успехом, Сергей Борисович начал работать над спектаклем «Византия», надеясь, что зрители родного театра вскоре увидят его новую режиссерскую работу. Но пробиться оказалось сложно. Администрация театра объяснила Проханову, что постановка попадет в репертуар не скоро. Тогда он решил создать собственный театр. Театр Луны находился в подвальном помещении на Патриарших прудах, а потом перебрался за Москворечье на Малую Ордынку. С момента открытия труппа под руководством Проханова готовила каждый год новый спектакль, наращивая репертуар. Проекты, поставленные режиссером, становятся неким космическим мироощущением, где персонажи существуют между небом и землей. Такая стилистика спектаклей и лиричное музыкальное оформление создают притягательную атмосферу, ставшую фирменным знаком театра Луны. Также с 1999 года Проханов руководит курсом в Рати. Кроме того, при его театре функционирует детский театральный центр под названием «Маленькая Луна». Учащиеся центра под руководством педагогов постигают азы актерского мастерства и участвуют в спектаклях театра наряду с профессиональными актерами. С супругой Татьяной режиссер прожил четверть века. Они познакомились в юном возрасте, на даче у друзей, ему тогда было 20, а ей 16. Татьяна была внучкой маршала Георгия Жукова и Александра Василевского. Поэтому актер опасался, что семья возлюбленной его не примет. Действительно, родители Татьяны отнеслись к парню с опаской. Им хотелось, чтобы дочь вышла замуж за человека, который сможет обеспечивать супругу и детей. Постепенно отношение будущих тещи и тестя к Проханову изменилось. Они приняли его как родного. Через два года после знакомства Татьяна и Сергей поженились. Молодая супруга училась в университете на юриста-международника, но учеба не мешала ей быть хорошей хозяйкой и заботливой женой. В этом браке родились двое детей, дочь Анастасия и сын Антон. История сохранила много ценных семейных фото. Позднее Настя продолжила творческую династию, став художником-модельером и руководителем мастерскими Луны по изготовлению сценических костюмов. Антон переехал на Филиппины, где организовал дайвинг-центр, а затем отправился с семьей жить в Испанию, где выучился на второго пилота гражданской авиации. В 2018 году Сергей Борисович с гордостью рассказал в интервью, что его старший внук Степан поступил в первый кадетский корпус имени маршала Жукова, собственного прадеда. Проханов отметил, что мальчик стал продолжателем династии двух маршалов и выразил надежду, что в будущем Степа станет министром обороны, как и знаменитые прапрадеды. Кроме того, юный кадет успел попробовать себя и на театральном поприще, сыграл в спектакле Оскар и Розовая дама, яркого персонажа Копченого. Татьяне потребовалась женская мудрость и запас терпения, чтобы провожать супруга на гастроли и ждать его возвращения, не реагировать на молодых поклонниц. Немало публиковалось и слухов о романах актера с различными женщинами. Проханова со временем стала смотреть на его многочисленные увлечения сквозь пальцы. Но все же в личной жизни знаменитости наступил кризис. Брак Татьяны и Сергея дал трещину. Артист с головой ушел в работу, не замечая никого вокруг. Однажды жена актера поехала в гости к подруге и осталась у нее ночевать. Проханов решил, что та изменила ему, собрался и ушел из дома. Вскоре супруги официально оформили развод. Актер до сих пор считает развод ошибкой. Говорит, хватило бы терпения и выдержки, семья сохранилась бы. В 2022 году Сергей Борисович продолжил творческую деятельность. В феврале на лунной сцене представили новый спектакль «Шпионка Сталина и Гитлера», посвященный актрисе Ольге Чеховой. А в июле стало известно, что Проханова уволили с поста художественного руководителя театра. Ранее посты покинули худруки, гогольцентра, школы современной пьесы и «Современника». На место Сергея Борисовича по его собственной просьбе пришел актер и депутат Московской городской думы Евгений Герасимов. В интервью последний сообщил, что будет стремиться сделать театр Луны более популярным в столице. Сам Проханов при этом не покинул собственное детище, став его президентом. В конце июля СМИ написали о госпитализации Сергея Борисовича и за язвы желудка. Несколько дней он провел в реанимации после прижигания сосуда, который лопнул. Интересные факты. Проханов создает спектакль для театра Луны по собственным пьесам. В интервью режиссер объяснил это тем, что сперва желая поставить на сцене «Ночь нежна», пытался заказать текст у драматургов, но результат его не устроил. Тогда Сергей Борисович сам попробовал перо и в дальнейшем уже регулярно писал сценарии. В молодости артист работал в детской программе «Будильник» вместе с композитором Алексеем Рыбниковым и актрисой Ириной Муравьевой. Команда создавала получасовые мюзиклы для юных зрителей. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.